А спонсор данного видео мой лайв-канал. После удаления двух предыдущих лайв-каналов, сюда особо нихуя не подписывается никто. Поэтому переходите и подписывайтесь на вот этот новый лайв-канал. Ссылка будет в описании. Всем шалом! И сегодня будет обзор моего нового мега-обновления. Итак, что это у нас? А это у нас вот такой вот супер-телефон. Вот на него бумажки. Да уж, х**, конечно, вступление, ну да ладно. Давайте посмотрим, что это за телефон вообще. Бл***ь, в кадр даже не влезает. Короче, это Samsung Galaxy Note 9 на 128 гигов. Да, я такой нищеброд, у которого не хватило на 512-гиговую версию. Только на 128-гиговую хватило. У него Quad HD экран. Супер-амолед, короче. Две камеры. Две камеры целых. Вот тут груша. Не имется ей. У нее период осенний. Ну а мы возвращаемся к телефону. Фронтальная на 8 мегапикселей у него. Перо S-Plan есть. 6 гигов оперативки. И аккумулятор на 4 косаря миллиамперов. И влагозащита, конечно же. Давайте его перевернем. Тут вот у нас такое охеренное перо. Открывается он вот так. Тут у нас такая надпись Samsung. Здесь у нас пломба. Как вы поняли, купил я его на Авито, ПУшном. Не знаю, может кто понял, не понял. Ну, короче. Давайте его откроем. Па-бам! Внутри у нас лежит сам телефон. Вот такой вот он охеренный. Ну, его мы пока отложим. Тут наклейки остались. Вот так получается его вытащить. Так, что у нас тут? Бумажки тут у нас. Давайте посмотрим, что за бумажки. Написано все по-китайски. Потому что это регион для Тайвани. Ой, для Вьетнама, короче. Вот тут. Брошюрка с Samsung Pay. Но Samsung Pay у меня все равно работать не будет. Почему? Узнаете дальше. Тут у нас вот такая вот скрепка. Давайте это отложим. Что у нас дальше в комплекте? Дальше у нас в комплекте зарядка, быстрая зарядка для Великобритании. Ну, или где там вот такая зарядка подходит. Тут надпись. Адаптива Fast Charging. Это значит, что это быстрая зарядка. То есть телефон не придется несколько часов заряжать. Дальше. USB Type-C переходник по TG, короче. Вот такая USB Type-C. Во. Дальше. Переходник с USB Type-C на microUSB. И самое главное. Что тут у нас есть? Это вот такие вот... Где они? Вот такие вот охеренные наушники AKG. Да, у меня теперь есть наушники АКГ. Вот такие вот охеренные наушники АКГ. Я ими уже пользуюсь. Да, у меня есть беспроводные. Но этими я почему-то пользоваться начал. Потому что у них качество вообще охеренное. Надпись Вьетнам. Блять, фокусируйся, сука. Чё ж ты, сука такая, не фокусируешься, блять. Ладно, пуплю. Вот такие вот наушники AKG, которые на Авито стоят 4 косаря. Дальше. USB провод USB Type-C. Вот такой вот шнур. Вот такие вот амбишуры для наушников AKG. Сука, фокусируйся, блять. Ум, ещё чё так в комплекте была. Во, вот такая хрень. Я не знаю, для чего она. Но, тем не менее, в комплекте она есть. Так, теперь давайте всё это наконец-то отложим. Перейдём к самому телефону. А хотя не. Ещё ж комплект есть. Вот такой вот асиликоновый чехол, с которым я, в принципе, сейчас и хожу. Вот эту херню я наклеил только сегодня. Которая, чтобы ставить телефон, чтобы не надо было сахарницу использовать. Когда на кухне видосы на Ютубе смотреть. Чехол пока что не пожелтел, как это бывает со всеми телефонами. Точнее, чехлами. В принципе, вот тут была вот эта хрень, подставка. Тут вот ещё какая-то хрень. Дальше. Такие две защитные плёнки. Назад и наперед. Я их пока не наклеил, но в ближайшем будущем наклею. Потому что стекло я пока не купил. Нужна же какая-то защита. Вот такой вот это вообще бумажный чехол. Хрень полная, конечно. Ну и вот такой вот чехол посерьёзнее. iMac Case. Кстати, вот эта херня тоже iMac. Приятный матовый чехол. Но я им пользоваться не буду. Потому что он закрывает всю прелесть телефона. Итак, давайте перейдём, собственно, к самому телефону. Сзади у нас вот такая вот помойка. Это означает, что он на Snapdragon. Две охеренные камеры. Отпечаток пальца. И вот, собственно, сам телефон. Телефон в идеале. Идеальное состояние у него. Вообще полностью. Просто посмотрите, насколько охеренное у него состояние. Только одна-две царапки. И всё. Видите, его разблокируем. Я уже поставил сюда обои, скачал с Samsung Market. Вот так вот. Кстати, перо из Pen. Конечно, этой штукой я пользоваться не буду. Но, тем не менее. Прикольная хрень. Он по блютузу ещё, наверное, работает. Как заявляли. Давайте зайдём в настройки. Посмотрим, какая версия у него Android. Модель, кстати, SMN9600. Девятый Android на нём стоит. One UI первый. Давайте зайдём теперь в AID-64. Посмотрим, какой у него процессор. Думаю, все знают, какой у него процессор. Теперь где оно? О! Блядь, вот у кошки весенний период. Она уже заебала орать. Вот что с ней делать? Груша! Что, блядь, с тобой делать? Да, блядь, мурчит вот так вот, а. Мурчит. И мешает снимать видос. Итак. В общем, память у него встроена 128 гигов. Ещё я поставил флешку с того самого первого S7 сюда. Оперативки у него 6 гигов. Блядь. 6 гигов. LPDDR4. Проц у него Qualcomm Snapdragon 845. Охеренный американский проц. И по Exynos, который выпускают в Samsung, полная херня. А вот на Qualcomm он хороший. Батарея целых 4000 миллиамперов. Огромная батарея. По сравнению с моим предыдущим телефоном S7 Edge. К сожалению, кстати, не получилось на него обзор снять. 2К экран у него. И да, кстати, с какими проблемами можно столкнуться с ним? В этом году выбросили Блядь, даже в Бали. 69% людей в России выбирают вкус версии. Всем привет, дорогие друзья. С вами зовут Руслан. Канал Новокок 31. Сегодня на... Тут у него рамки. В принципе, тут есть вот такая херня. Вот так вот это просто зумировать. Включается режим без полей. И в нормальном, в принципе, соотношении сторон. Потому что экран-то у него 18,5 к 9. А все снимают в формате 16,5 к 9. То есть это неудобно, понимаете? А в принципе, хер ли поделать. Вот так вот и живем, короче. И да, я в начале видео говорил, что у него не работает Samsung Pay. Давайте посмотрим, кстати, как это. Где б... это оно? Где с хуй тут найдешь, че? Вот Samsung Pay. О, доступ запрещен. А знаете почему? Потому что у него тикнут Кнокс. Для тех, кто не знает, что я сейчас сказал, Кнокс это такая защита Samsung. Гарантия типа. И предыдущий владелец поставил сюда рут. И поэтому гарантия... Кнокс тикнул, короче. Гарантии нету. А из-за этого не работает защищенная папка, Samsung Pay и многое другое. Ну, мне, в принципе, эти функции особо не нужны. Поэтому мне как бы похер на них. Тут у нас есть рут права. Вот такая прога Magisk. Вот тут у меня три приложения, которые мне предоставил рут права. Я бы по-любому сам бы рут поставил. Поэтому наоборот, хорошо, что предыдущий владелец с этим рутом, а не я. Рут уже тут стоял, поэтому это плюс даже. Samsung Pay я пользоваться не буду. А если уж надо будет пользоваться, то вот на ИС-7 можно пользоваться. В общем, то сколько же я его купил? А купил я его всего лишь за 26,5 косарей. На тот момент это была самая низкая цена на Авито на телефон на этот телефон с процессором Qualcomm. Да, были, конечно, там и за 25, и за 24 вроде бы даже были, но они были на Exynos'е и причем очень много было наступщиков, которые пытались наебать на бабки. Я вот, кстати, не знаю, записывать мне видео на эту тему или нет, как разводят на Авито. Если надо, то я могу записать как бы. Разводят на Авито массово, пытаются впарить ёбаные китайские подделки, и тот, кто ни разу не видел нормальный Samsung, хуй, отличит его от оригинала. Вот так вот и разводят лохов на Авито. Вот такого способа я, кстати, ни разу не видел, но могут еще вот так наебать. Типа продать ЛДУ Live Demo Unit. Короче, телефон выздавочный образец под видом нормального, который продается совсем за копейки. В общем, способов развода на Авито масса. Так, что-то я от темы отъехал. В общем, вот такой вот телефон я купил за 26,5 косарей. Это пи***ц, как дешево было на тот момент. Когда это? Неделю назад? Да, по-моему, даже сейчас нету. Минимум 30-ку с такой стоит. Вообще, цена на этот телефон была на Авито изначально 35, а я сторговался за 26,5 косарей. Итак, дальше, кстати, что у него в комплекте? В комплекте вот такой вот отчек б***ь, на 48 косарей. Этот чувак покупал его за 48 косарей. Запечатанным. И еще, кстати, вот такой вот переходник есть у него. На нашу вилку. Такая флешка. Сюда он залил, короче, какие-то там проги для перепрошивки. Вот такая хрень. Я не знаю, зачем она. И вот еще какую-то вот эту хрень. Это типа для поклейки вот этих вот пленок. Я не знаю, нахрена это. Типа тут же должен быть автоматический клей. В общем, вот такой вот охеренный флагман я купил за копейки в Москве. Ну и, конечно, это не за копейки, но дешево я его купил. Вот такой вот флагман. Это мой ближайший телефон на 2 года. Менять я его не собираюсь в эти ближайшие 2 года. Буду пользоваться им. В общем, вот такое вот мое новое мега обновление. Да, кстати, это первая покупка. Моя самая дорогая первая покупка, которую я купил сам за такие большие бабки. В общем, вот такой вот это был обзор этого телефона. Подписывайтесь на основной на лайв канал, ставьте лайки. Ну, а на этом, наверное, и все. Всем целом алейкум нахуй. Лайк, подписка, бубенцы. Теперь ты зритель гадноты. и... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok